А перед просмотром этого видео рекомендую подписаться на канал «Включай себя» и его автора Александра Василенко. Именно здесь вы найдете ответы на вопросы, как добиться успеха, как себя мотивировать, как построить сбалансированную счастливую жизнь, как следить за своим здоровьем, а также как выстраивать взаимоотношения с людьми на личном опыте из жизни Александра. Подписывайтесь на канал «Включай себя» и становитесь успешней, здоровее и красивее. Ссылка в описании под видео. Всем привет, друзья! С вами Павел Багрянцев. Это новый выпуск «От сердца», где абсолютно от души, практически ничего не вырезая, полной импровизацией, без подготовки какого-либо текста, мы с вами обсуждаем какую-то тему. И в сегодняшнем видео я решил приоткрыть завесу того мира, ну, имеется в виду по ту сторону экрана. Вот где-то вы смотрите это видео с планшета, с мобильника, с компьютера в комнате, а вот где-то я, и вот что-то делаю, вы лайкайте, репостите, спасибо вам за это большое, где-то критикуете. И иногда говорите про то, что продался за деньги, или иногда, что у тебя плохой контент, или делай так или так, как бы запиши такое-то видео. Ну, то есть, с одной стороны, вам кажется, одна картинка, ну, жизнь блогера или любого человека, который записывает видео, а я хочу рассказать, как оно на самом деле. И это видео будет посвящено тому, что я расскажу всю правду о болезни блогера, мою болезнь, ну, в кавычках болезнь, и болезнь многих других блогеров, которые уходят с этого рынка, скажем так, и не продолжают этим заниматься. И я хочу, чтобы вы на основе этого сделали вывод, с какими в жизни трудностями, ситуациями вы столкнетесь, и провели аналогию, где вы вели себя или будете вести себя абсолютно похожим образом. И почему я решил записать это видео? Я думаю, что самое время раскрыть карты, рассказать и показать, что к чему, и поскольку вы, мои зрители, я вам доверяю, и если пока вы еще меня смотрите, мне очень важно этим поделиться. Немножко про YouTube. Я не смогу уложиться в одно видео, я не знаю, сколько времени буду записывать, но все равно я все, что хочу сказать, мне не получится в одно видео уложить, поэтому буду перескакивать с темы на тему и голопом по Европам. Итак, первое, с чего начнем. Я когда-то начинал вести этот канал, видеоблог. У меня была цель продвигать свой видеокурс по ораторскому мастерству. Я занимался продюсированием, продюсировал тренеров, мы делали мероприятия за рубежом. Я сделал свой YouTube-канал, чтобы продвигать. У меня был опыт, и я решил этим делиться. Потом я начал заливать какие-то свои отрывки телепередач, но эту телепередачу никто не смотрел, поэтому думал, хоть на YouTube кто-то посмотрит. Ну и как-то я увлекся, пошел-поехал, я ушел с телевидения, недолго там проработал и понял, что я не хочу быть ни в каких рамках, и я хочу делать видео так, как мне нравится, и говорить о том, о чем я хочу. Не какой-то негатив, как я в хронике происшествий, в новостях рассказывал про негатив, а про что-то позитивное, делать это в свободном формате. Ну, к чему я пришел за 4 года? Я делаю видео, многие меня спрашивают, что... Ну, давайте некоторые ваши, может быть, догадки, предпосылки сразу обозначим, сколько зарабатываю, что мне это дает, что не дает, для чего я вообще это делаю, и так далее. Скатился, не скатился, записываю я какое-то видео, чтобы хайпануть, или... Ну, то есть, чтобы было просто у вас понимание вообще, для чего, не знаю, существует каждое видео, для чего этот шаг делается, для чего вообще выходит видео, и все остальное. Ну, а цель, почему я решил вот так взять все и рассказать, вдруг. Цель такова, что жизнь очень сильно меняется, мы внутри очень меняемся, и я сейчас, в частности, тоже внутри, ну, происходят какие-то, да, перемены, новое сознание и понимание, что хочется что-то дальше менять, хочется сдвигать вот этот пласт стереотипов, когда... Ну, не то, что ты недоволен своей жизнью, все есть, все круто, а когда у тебя все есть, но душа внутри, ну, что-то не радуется, да. А в некоторых видео нет глубины. И вот я записываю, кстати, это видео для того, чтобы была вот такая глубина. Знаете, кто-то говорит, Паш, это, знаете, я уже галопом по Европам. Кто-то говорит, Паш, давай покороче видео, сразу фишки, а то там вода, вода, много рассуждений, давай сразу какие-то приемы. А вот я люблю смотреть видео, если человек для меня авторитетен, где есть глубина. Я готов слушать, я смотрю видео и по часу, и по два. Я вообще короткие ролики практически не смотрю. Только чтобы быть в курсе каких-то важных там событий. Вот и все. Все остальное я смотрю долгие видео, где присутствует глубина мысли, где ты ловишь рассуждения автора, его точку зрения, сравниваешь ее со своей. Из этого у тебя рождается какая-то своя позиция новая. То есть, знаете, хочется глубины, поэтому на канале, конечно, да, много коротких видео. Но стараюсь делать и вот на подобии таких выпусках. Сколько я зарабатываю на YouTube? Ну, ребят, вот последний месяц, последние два месяца у меня были рекордные. Я там заработал. Мне пришло с YouTube, чисто с монетизации, 20, аж целых 27 тысяч рублей. У меня было полтора миллиона просмотров всего на видео в месяц. Полтора миллиона просмотров. Пришло 27 тысяч рублей. Ну и какую-то денежку я получаю, ну, с рекламы в видео. Это самый большой доход блогера. Я с одной рекламой 5-6 тысяч, там, вот 5-6 тысяч покупаю, получаю. Ну, знаете, ну, выходит, ну, наверное, тысяч 40-50 в месяц, да, доход вот с такого канала. То есть, ну, сразу подумайте, ради денег это не ради денег. В принципе, по сравнению с зарплатами, это хороший доход. Знаете, я вам честно скажу, что было время, когда я все свои бизнесы, все свои проекты потерял. Что-то закрылось, что-то не получилось. Были денежные потери. И YouTube-канал меня кормил, в прямом смысле этого слова. Ну, знаете, когда ты что-то сделал, у тебя по жизни какая-то неудачная полоса пошла, ну, у тебя нет источников дохода. В принципе, все. Ну, не на что. Ты что-то пыхтишь, пыхтишь, ну, не получается. Не приходят деньги. У тебя семья там, ребенок. И у тебя покупают рекламу, и ты, блин, идешь в магазин, и что-то покупаешь там себе. Ну, домой поесть, естественно. И какие-то люди, там, хейтеры, пишут тебе в комментах, что, Паш, слишком много рекламы, ты продался, ты раньше был таким душевным, а теперь у тебя слишком много рекламы. Не, ну, конечно, я мог перестать делать рекламу, да, но на что тогда жить? Поэтому это первое. Первое, что я хочу сказать, что никогда не делайте выводы по картинке. И если человек, вот сейчас вам кажется, не знаю, по каким-то критериям успешным, но еще он на виду, у него насыщенная жизнь, это не значит, что он богаче миллионер. И я знаю много таких примеров, близких мне людей тоже, которые, ну, а что им показывать? Как у них все плохо, что ли? Ну, конечно, они показывают радость жизни, счастливые моменты, фоткаются с друзьями, куда-то ездят. Ну, все, наверное, думают, они миллионеры, а люди переживают, там, глубочайший финансовый какой-то кризис. Это первое заблуждение. Я хочу, чтобы вы никогда не осуждали людей за какие-то вещи, и вы никогда не знаете мотивацию человека, почему он делает тот или иной шаг. Ну, если вы хотите знать, да, что сейчас, да, все налаживается, все хорошо, у меня бизнес, ну, как-то пошел в направлении видеомаркетинга. Я продвигаю предпринимателей тоже на YouTube и так далее. То есть, тот кризис, о котором я говорил, он был давно, и он прошел. Он был больше года назад, но он был, и я хотел вам об этом рассказать в прошлых выпусках, но не решался, потому что, ну, вы вроде меня там слушаете, да, там, что-то достиг, типа успех, там, не успех. А тут я выхожу и говорю, знаете, ребят, блин, сейчас у меня вообще полная попа по жизни, и вот, вот я продал рекламу, вот я на это живу. Ну, прикольная ситуация, да, согласитесь. Давайте про болезнь блогера расскажу. Зачем приходят на YouTube, ребят? Ну, конечно, на YouTube приходят, чтобы, ну, были просмотры, чтобы были лайки, комментарии. Конечно, каждому человеку, ну, так или иначе, хочется быть известным, популярным. И многие люди бросают свои каналы, потому что YouTube не оправдывает их ожиданий. Их каналы развились, они получили какие-то просмотры, но мало-мало. Мы сравниваем себя с каналами крупными, миллионниками, видим, что люди там вроде бы ничего особо не снимают, но получают миллионные просмотры, и ты вроде уже год-другой трудишься, и ты не получаешь такого эффекта, хотя и у тебя уже есть своя аудитория, уже люди тебя смотрят, те благодарны, но все равно, как будто уперся в потолок, и денег особо с YouTube там не заработаешь, и просмотры не растут, и все остальное, и люди уходят с YouTube, даже если у них канал развивается. Как вы думаете, откуда я это знаю? Откуда я делаю такие выводы? Да потому что сам такой же, друзья. Все, о чем мы говорим, мы так или иначе все сами проживаем, на себе примеряем, и говорим о том, что волнует нас самих. Вот у меня была такая же ситуация, может быть, даже иногда есть, веду канал, я 4 года, я сейчас просто хочу рассказать, именно что меня волнует, но мне не нравится это слово «волнует», мне, знаете, очень хочется, чтобы это переросло, но, знаете, у меня была такая ситуация, потому что это мозг, вот это желание наше, да, быть самым лучшим, вот это потешить свое эго, иметь там миллионные просмотры, чтобы все узнавали. Это не болезнь, это нормальная, наверное, такая ситуация 21 века, все там ведут блоги, инстаграмы, ну, все хотят чем-то делиться, чтобы быть видными. Ну, так вот, и сначала я вел канал, 2 года я ничего не зарабатывал, там первый мой заработок, там полторы тысячи рублей пришло с канала, но я продолжал записывать видео, то есть можно уже сделать вывод, что это было изначально не ради денег. Потом пошла ситуация, что канал начал приносить больше, больше, и потом я начал себя сравнивать, как раз таки вот с крупными блогерами. Я видел, что ребята поднимались, они, я не сказал бы, что они какие-то более харизматичные, что у них больше каких-то ресурсов, знаний, потому что я даже обучился Ютубу, я потратил там кучу денег, там на это, у одного обучался, у другого, то есть я хотел разобраться, что, как мне сделать канал популярным, но у меня не получалось. Если вы посмотрите, ну подписчики растут, просмотры в общем растут, полтора миллиона в месяц, но статистика новых просмотров на новом выложенном видео, она как будто застыла, уже не растет года полтора, то есть выложил видео, через 2-3 дня, ну 10-15 тысяч просмотров, выложил видео, через 2-3 дня, 10-15 тысяч просмотров. Подписчики растут на канале, количество просмотров в общем растет, потому что полгода назад еще было 800 тысяч просмотров на канале в месяц, сейчас уже полтора миллиона, но вот эта цифра, она не растет. И я в какой-то момент, да, загорелся Ютубом, и когда у меня было время, я все потерял, закрыл бизнес, обанкротился, денег не было, у меня было время на то, чтобы надавить на Ютуб, и делать разный контент. Я делал разный контент, качественные видео, мега качественные, платил за монтаж, не платил, и пришел к выводу, что видео, которые я вот иду с моноподом, снимаю на трясущуюся камеру, они набирали просмотров в 2 раза больше, чем видео, там инфографика, где все вылетает, где все круто, крутой сценарий, все в восторге, все там репостят, сайты выкладывают, Павел, можно ли мы возьмем себе это видео на свой сайт, но оно не получает больше просмотров все равно. И у меня вот долго была попытка вот это выйти, да, вот выйти в такой режим ну больших просмотров. Я уже даже понял, какая ниша взрывает в интернете, какая не взрывает, то есть я уже, ну, столько всего пересмотрел американских каналов, российских, и к чему я это говорю, что, а я сделал такой вывод, что тот формат, в котором я хочу снимать видео, его популярного нет в принципе. Нет популярных каналов в России, да и за рубежом даже нет особо популярных каналов вот в таком формате, которым я хочу вести. Если стремиться к миллиону подписчиков, миллионным просмотрам, надо менять контент, не знаю, там фитнес-воркаут, тачки, кухня, видеоблоги, причем видеоблоги с уклоном на богатство, роскошь, телочки, тусовки, интервью с предпринимателями, то есть вот это все богатство, роскошь, то есть показывать вот этот лайфстайл. И я какой-то момент начинал даже это делать. Я пробовал снимать такие видео, но естественно, без телочек, без всего хотел как бы удержаться, но в рамках человечности, чтобы как бы не переходить рамку, ну не показывать всякий трэш. Ну и как бы, знаете, ну не особо зашло тоже по просмотрам. И я тогда, знаете, в корне огорчился, опустил руки, а подписчики продолжают на канале расти, а многие все продолжают писать, ты накручиваешь себе подписчиков на канале, накручиваешь, накручиваешь. И потом у меня пошел другой период в жизни, когда я начал, я устал от этой беготни, то есть я устал от беготни вот за этой популярностью, за просмотрами. И у меня был откат в другую сторону, ну больше в такую духовную, духовную составляющую, в эзотерику, когда все это тлен, все материальное неважно, там, ну вот знаете, как бы, ну не парься, как бы, ну что твое, то само придет. То есть когда ты полностью отпускаешь ситуацию, вообще полностью отпускаешь ситуацию, и в этот момент у меня идут видео, много выпусков от сердца, и возможно какие-то видео, которые вы вообще не ожидали там увидеть на канале. Ну то есть я раньше боялся записывать видео, ну думал, что хейт словлю, а потом стало вообще без разницы. записываю, что хочу. То есть пошел откат в другую сторону. И сейчас я пришел к такому выводу, и я тоже общался и советовался с одним мудрым человеком, даже его считаю своим духовным наставником, когда он говорит, что Паш, ты же несешь благие мысли людям, ты же реально по делу говоришь. и истинно или какая-то правда, она же никогда не бывает популярной. То есть самый сложный путь, он самый непопулярный. Самый сложный путь, он, знаете, рождается где-то внутри, в сердце. Он не на обложках газет, телекамер, там, телевидения. Это непопулярные видео на YouTube. Но там есть зерно человечности, совести, да, как надо жить. Он говорит, Паш, ну ты меняешь же людей, тебя слушают по сути, ну десятки тысяч людей. Это же круто. А я говорю, да я, наверное, я уже устал от того, что я что-то пытаюсь всем, что-то умничаю, умничаю, умничаю. Я говорю, вот, иногда хочется записать видео, ну не знаю, может быть, даже ради просмотров или привлечь новую аудиторию на канал. Там, какие-то про прически. Тут видео про духовность, а тут про прически что-то. И он мне отвечает, что да все нормально. Не все же время умничать, да. Ну он так сказал, не все же время людей грузить чем-то, какими-то мыслями, даже если они правильные. Ну давай им что-то простое, не знаю, развлекательное. Пусть что-то такое лайтовое. Вообще-то там, пусть даже прически. И он подтвердил мою догадку, что в человеке должно быть гармонично. То есть, если ты выбрал непопулярный путь на канале, ну почему каждое видео должно быть обязательно, ну такой, глубокий смысл? В принципе, если я действительно искренне хочу, чтобы какие-то мои мысли, ну я считаю, что они правильные, вы можете не согласиться, но я, допустим, с благими намерениями их записывал, чтобы повлиять положительным образом на человека. И если я действительно хочу, чтобы людям это помогло, то почему бы не записать видео, которое может собрать много просмотров? Я заранее уже знаю, какие темы собирают много просмотров. Почему бы не записать такое видео, чтобы привлечь как бы новых людей на канал, и которые могут познакомиться с другими моими видео. И знаете, что самое тяжелое? Я вот хочу вот еще вернуться к духовному пути мужчины. Знаете, что самое тяжелое? Когда я понимаю, как записать видео популярное, у меня многие мои видео набирают сотни тысяч просмотров, есть которые больше миллиона набрали. То есть я понимаю, как создавать популярный контент, и в то же время я понимаю, что я его создаю не ради того, чтобы стать... Ну, я хочу, я хочу, чтобы была такая мотивация, чтобы записывать его не ради того, чтобы стать популярным, а ради того, чтобы привлечь людей на непопулярную тему. И я заранее знаю, что практически никто не удержится. То есть из тысячи только один услышит. Внимание, из тысячи только один услышит. Остальные уйдут, они останутся подписанными на канал, но они будут смотреть популярный жанр, то, что захватывает внимание, то, что на грани фола, скандала, обсуждения, какой-то нереально крутой видеоблог, какая-то движуха, тусовки. И знаете, что это даже вызов какой-то. Это даже вызов, потому что с одной стороны, ну, мне кажется, большинство бы блогеров, они бы, почувствовав какую-то нишу и почувствовав, на каких видео можно собрать много просмотров, они бы начали пилить только такие видео. Я в этом не вижу ничего плохого, я не обвиняю, но вопрос их мотивации. Но, скорее всего, это было бы для заработка, потому что сейчас многие люди идут в популярные ниши на YouTube, не знаю, открывают канал по тачкам и так далее. Это не их. Но сделать контент, найти информацию, смонтировать, это несложно. Но люди идут именно, берут заранее выигрышную нишу, чтобы стать популярными на YouTube. Я когда-то тоже так хотел, и я даже не буду отрицать, что, может быть, я когда-нибудь возьму такую стратегию, но это будет одна из стратегий, просто дополнительная, либо это будет другой канал. Опять же, я не вижу ничего в этом плохого, я просто хочу, чтобы вы меня услышали в другом. Но на моем основном канале я так делать не буду, потому что слишком много видео про жизнь, про духовность, про нравственность я выложил. И я понимаю, что если я начну одно видео за другим выкладывать там про прически, про какие-то такие популярные темы актуальные, про мужской стиль только, то люди, которые придут через те видео осознанные, то есть те единички из тысячи людей, которые захотят подписаться на мой канал ради тех душевных видео, пусть не популярных, они, получается, что на канале больше того контента не найдут. Они будут видеть, что не видео, то какое-то, да, ну не по теме, не по теме, не по теме. А это же такие бриллианты, это же всего лишь один из тысяч, или может один из миллиона человек. И он, естественно, уйдет с канала. А есть люди, которые пришли на мой канал через популярные темы, через мужской стиль, через галстуки. И им, конечно, на канале иногда не хочется видеть каких-то осознанных, заумных вещей, никаких видео про духовность, про мужскую нравственность, не хочется этого. Они меня просят, давай там бизнес, давай то, сё, такие, знаете, страстные темы, страстные. И, конечно, всем не угодить. Однажды один видеомонтажёр, с которым я работал, я в шапке канала боялся написать вегетарианство. Я думал, не отвернутся ли от меня люди? Он говорит, Паш, кто, кому-то действительно интересен, те на канале останутся. А если люди тебя смотрят только ради того, что ты для них какая-то идеальная картинка, успешный предприниматель, уже такой, в кавычках, успешный. То есть, и если они не увидели подтверждения своим ожиданием в тебе, и они готовы из-за этого с канала уйти, то пусть уходят. Зачем они тебе? Зачем тебе такие зрители? И вот знаете, что самое сложное? Записывать популярный жанр, чтобы привлечь человека на популярную тему, вот, заранее понимая, что большинство людей уйдёт. Откуда я знаю, что уйдёт? Ну, на мой канал подписалось 260 тысяч человек. Я и ещё отписалась где-то, в районе 50 тысяч, ещё отписалась. Ну, то есть, больше 300 тысяч человек соприкоснулось с моим каналом, подписались, отписались, а есть люди, которые вообще не подписывались, да. И я понимаю, что, да, большинство из них будет уходить, будет уходить дальше. И чуть-чуть только вот эти крупицы будут оставаться, как многие из вас пишут, что, Паш, я тебя смотрю с 5 тысяч подписчиков, с 10 тысяч подписчиков. И у меня сейчас такая внутренняя работа, и она тоже тяжёлая, и мне тоже тяжело, ребят, не думайте, что я там какой-то продвинутый. Многие из вас намного более продвинуты, чем я. И мне вот хочется удержать внутри вот этот баланс, записывать и такие видео, и такие, но в первую очередь, чтобы этот канал был для того, чтобы помогать людям утвердиться в каких-то, ну, нравственных моментах, утвердиться в том, что вредные привычки – это плохо, получить знания по отношению к девушке, к женщине, к жене, какие-то нравственные моменты, которые не расскажут родители, какие-то моменты по сексуальному воспитанию, по сексуальной жизни, именно такой гармоничный, да, и правильный, а не развратный. И я знаю, что молодые люди, им больше негде это подчеркнуть, и они это подчеркнули на моём канале, и пишут, и благодарят, и мне это очень приятно. Знаете, ещё тут есть одна ситуация, есть ещё такая ситуация, что нет зрителя, который канал смотрит вечно, как правило, канал смотрят один-два года, потом просто перерастают этот контент. Мне некоторые ребята писали, что, Паш, я уже канал не смотрю, я уже всё от тебя взял, мне надо идти дальше. Но он такой, типа, Паш, я уже как бы всё, твой контент, это уже не для меня, мне надо идти дальше, я уже такой прокачанный, успешный, и я понимаю, что да, это так, и я понимаю, что не будут все всегда смотреть мои видео, даже преданные подписчики, через два года им будет не до этого, хотя есть комментарии, когда люди пишут, да ну, Паш, я от тебя никогда не отпишусь. Ну, наверное, не отпишетесь, но просто, знаете, как подписались на канал, 260 тысяч человек, так подписались и не возвращаются. И знаете, в какой-то момент мне было от этого так дико обидно, ведь я не накручивал подписчиков, ведь я покупал рекламу, абсолютно честно, я продвигал, развивал. Я понимаю, что это закон жизни, ничего нет вечного, ничего нет постоянного. И к чему все эти рассуждения? Только представьте, если человек, у которого мотивация стать популярным или заработать, вот он сталкивается на Ютубе со всем тем, с чем сталкиваюсь я. Представляете, ну это ж нереально удержаться, ну это ж вообще нет мотивации записывать видео, ничего не растет, ничего не развивается вообще. Поэтому многие не оправдывают свои ожидания, они уходят с Ютуб, им нужны быстрые результаты. Я пока держусь, знаете, у меня бывали моменты такие, что да ну его, может бросить, да ну его, да, может оставить все это и направить свое внимание на что-то другое. Было, было, друзья, оно будет, всегда вот эти сомнения. Но, что меня сейчас удерживает, что меня сейчас мотивирует, когда я опять же занимаюсь, ну минимально, я считаю, что минимально вообще, это позор даже, минимально занимаюсь каким-то своим духовным развитием и самоосознанием, я посмотрел на это с другой стороны, но вас же, ну пусть вас не миллион, но 10 тысяч человек есть, которые стабильно смотрят видео. Ну это ж на некоторых видео и по 50, по 70 тысяч просмотров. Ну, ну вас, ну вас тысячи, вас же тысячи людей, которые готовы воспринимать этот контент, которые готовы воспринимать это знание. Вас всего лишь несколько тысяч из полутора миллионов просмотров ежемесячно. За все время на моем канале 25 миллионов просмотров. Представляете, сколько люди соприкоснулись с моим каналом и они не подписались, ничего. Они прошли мимо. и к чему я все это говорю? То, что даже если вести канал, не напрягаясь, может быть, ну, не тратить там столько времени на изготовление видео, если это уже тяжело, там, да, я считаю, что если что-то тяжелое не хочется делать, не надо это делать, оставь это, либо пережди, возьми паузу. Вот вы видите, у меня сейчас на канале иногда есть паузы небольшие. То даже если есть какая-то одна мысль ценная, интересная, с которой можно поделиться, то я понимаю, что я даже если эту мысль озвучу, если я запишу видео на канал, выложу, и пусть даже без монтажа, без всего, в плохом качестве, то несколько тысяч человек из вас они послушают. Они послушают, и эта мысль, она заложит в них какое-то зерно, хотя бы чуть-чуть. Даже то, что я скажу, что, ребят, много половых партнеров, это не круто, или то, что бросите вредные привычки, или то, что ищите себе девушку, жену, там, по другим критериям, пусть у вас будет другая мотивация. То есть, ну, даже говоря, вот такие простые вещи, кому-то из вас это откладывается на подкорку, а в принципе, мы очень часто делаем свои выводы и формируем мнение на основе вот всей информации вокруг. Свой опыт, опыт окружения, что-то услышали, что-то прочитали. И вот куда вы больше направляете внимание, вот та информация, она больше проникает через вас, и она больше становится вами. то есть, это действительно, этим становитесь вы полностью. Это то же самое, что то, что вы едите, вы состоите из того, что вы съели. Это вот все, белки, жиры, углеводы, вода, это все, что вы съели вчера, все, что вы выпили вчера, сегодня, весь год до этого. Вы из этого и состоите. То же самое и со взглядами на жизнь. То же самое и с точками зрения, с какими-то мыслями, знаниями. То же самое. Я понимаю, что даже вот в таком непопулярном формате поделюсь я с вами ну сколько-то, ну даже если сотня людей, да даже если десятки людей посмотрело, и у них что-то поменялось, ведь оно того и стоило, ребят, согласитесь. Поэтому одна из мотиваций вести канал я не буду сейчас себя старцем там строить из себя мудрого старца, что мне деньги не важны. канал приносит деньги. Все видео на канале, они все равно работают, там есть просмотры, все равно заказывают, покупают рекламу. Я считаю, что моя реклама, она не должна быть дешевой, потому что я считаю, что вы аудитория осознанная, ценная, в каком-то плане платежеспособная и я абы какую рекламу не пропускаю. и кучу рекламы у меня тоже нет цели продавать, но в то же время я и продаю эту рекламу, потому что материальная составляющая в нашей жизни важна, и какое-то вознаграждение за свою работу, за свое время хочется получать все-таки за монтаж, за оформление, что тут тоже же есть затраты на канал, даже если я его сейчас нигде не рекламирую. так вот, ребят, то есть если посмотреть на жизнь в принципе, то все, что я описал, свой путь на ютубе, свои взлеты и падения, по сути, так же везде и в карьере, и в бизнесе, когда мы от карьеры много чего ждем, но понимаем, что уперлись в какой-то потолок. Вот так же я на ютубе уперся в потолок, который я не могу пробить. Я не могу пробить потолок просмотров, и я уже устал этого хотеть, я уже устал быть от этого одержимым, что знаешь, в какой-то момент просто становится все равно на эти просмотры, на подписчиков. На подписчиков я имею в виду на количество подписчиков, а не как на людей. Не, мне все равно. Вот. И то же самое и в карьере. Если ты строишь карьеру ради денег, и ты не получаешь того результата, который хочешь, а результаты, они ниже, они есть, но они ниже, они такие туго идущие, вот как у меня ютуб, он такой туго растущий, то люди, что, они бросают эту карьеру, они бросают эту работу, либо они бросают этот бизнес. А все почему? А потому, что это было не их. Это значит, что мотивация была только деньги. Да, моей мотивацией было, конечно, желание как-то развить свой бренд, стать более известным. а кто этому не подвержен? Но разница между теми, кто приходит на ютуб, чтобы стать популярным, и мной в том, что я учусь это контролировать. Даже если мне хочется просмотров вот этой блогерской известности, то я это пытаюсь либо подавить, либо контролировать, чтобы это не было главным фактором, для чего я веду канал. А подавить я это пытаюсь только потому, что я не научился это контролировать. Вот и все. Поэтому пытаюсь подавить. Но на самом деле мне просто мудрости не хватает для того, чтобы понять и осознать, что на самом-то деле ко мне в жизни пришло то, что должно прийти. и не больше, не меньше. Я уперся в этот потолок не потому, что меня жизнь дальше не пускает. Нет. Жизнь мне дала уже сейчас достаточно и даже много. Но просто это на этом уровне. Жизнь мне дала десятки тысяч людей, которые слушают и слышат меня. Много ли вы таких каналов знаете? Но даже вот в таком формате много ли вы таких каналов можете перечислить? Таких каналов совсем немного. Поэтому в своем роде у меня канал вот даже один из крупных. Но даже несмотря на это, это все равно мне не грело душу, потому что хочется больше, 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 больше. Такая ловушка ума. И вот духовный путь мужчины он всегда будет на грани. Его всегда будет перевешивать то в одну, то в другую сторону. И духовный путь это баланс, это научиться держать баланс во всем. А что такое баланс? Баланс это умение контролировать себя, свои эмоции, порывы, желания. Те люди, которые не умеют контролировать порывы, желания, там что-то не получается, все бросают. Те люди, которые это не умеют делать, им сложно в жизни будет, возможно, они даже ничего не достигнут, потому что они не умеют бороться с трудностями. У меня, знаете, было что-то похожее. Когда я занимался академической греблей, я туда пришел подготовленным после тренажерного зала, до этого несколько лет лыжами занимался. В общем, у меня была и сила, и выносливость, и ребята, которые занимались там по 5-7 лет, ну как-то получилось, что в своей команде по всем физическим показателям я стал лучше. И меня посадили за гребным, за гребным, это который самый главный в лодке. У нас четверка была, нас четверо сидело в байдарке. И я был загребным, загребной самый сильный, самый выносливый и задает всем темп. И у меня там все так быстро пошло, я там сразу начал соревнования выигрывать и так далее, что прозанимался всего месяцев 7, и потом ушел. Потом ушел, потому что все слишком быстро далось. Поэтому даже то, что мне сейчас не дается что-то быстро, возможно, в будущем у меня будет миллион подписчиков, два миллиона, знаете, может прорвет. Оно же всегда непонятно, как бывает. Вдруг вот людям станет интересно, да, и они повалят смотреть. Но то, что я сейчас прохожу, это урок самовоспитания, это урок внутренней выдержки и мотивации делать что-то для людей не ради только выгоды своей, чтобы я получил больше денег или я получил популярность, а для того, чтобы отдавать. Потому что ту отдачу, которую ты хочешь получить, ты ее не получаешь. Ты вот ожидаешь больше, ну, ты не получаешь столько. Но, несмотря на это, ты преодолеваешь себя, и ты продолжаешь, продолжаешь идти, продолжаешь делиться, потому что знаешь, что эта информация кому-то нужна. Да и я скажу честно, и у меня есть желание и потребность чем-то делиться, это не как бы и мне тоже полезно хорошо вот так выступать. Вот такие рассуждения, друзья, по поводу ютуб, почему иногда видео появляются на популярные темы, про прически, про мужской стиль, почему иногда появляются видео на непопулярные темы, вегетарианство, мужская харизма, осознанность. Для того, чтобы людям показать, попробовать расширить диапазон, попробовать немножко изменить мышление и показать, что эта жизнь это не много денег, эта жизнь это не крутые тачки, эта жизнь не какие-то чики рядом, это не самая красивая девушка рядом, эта жизнь это самая любимая рядом девушка, это самый любимый человек, эта жизнь это отношения, эта жизнь это гармония с собой, эта жизнь это гармония с этим миром, сотворчество, сотворчество, мир что-то творит, Да, и вы что-то творите вместе с ним, помогаете, выполняете свою задачу, предназначение. Вот так, друзья. Поэтому духовный путь мужчины, он очень сложный. Да, и у женщин тоже духовный путь сложный, потому что прежде всего вся эта работа, это работа с собой. И я опять же делаю выводы, что если бы у меня не было всех этих... Если бы YouTube меня не тормозил, если бы YouTube мне дал все, просмотры, деньги и так далее, я бы, возможно, не сделал бы много выводов, жизненных уроков, и, возможно, я бы, ну, знаете, продался, действительно. Возможно, я бы точно продался, да. Начал бы пилить там популярный контент, все там, звезда. Но, знаете, я не откажусь от этого. Я от популярности не откажусь, если она придет. Но больше всего я не хочу отказываться от глубины. От того, что внутри, от того, что внутри ты хочешь сформировать, с помощью того, что делюсь с вами, я же тоже размышляю, делаю выводы. И хочется, чтобы вы тоже в себе это взрастили, чтобы к вам это все пришло. Вот так, друзья. Друзья, если понравились мысли, напишите что-нибудь в комментариях по этому поводу. И да, напишите, пожалуйста, досмотрели ли вы до конца это видео. Мне очень интересно, досмотрели или нет. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.